На, плохо. Ниже, 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 ниже. Вот смотри куда. Ниже, вот самое разрушенное место. Вот сюда вот. Во-во-во-во-во-во-во. Припять. Здесь до аварии жили сотрудники Чернобыльской атомной. Теперь в этом заброшенном городе-призраке, кроме нескольких научных сотрудников, никого не встретить. Примерно в двух километрах отсюда, на четвертом энергоблоке ЧАЭС, в апреле 1986 года произошел взрыв. Вы увидите короткую видеохронику строительства саркофага. 28 апреля, понедельник. На атомной станции Форсмаг в Швеции раздался сигнал тревоги. Первые несколько дней Советский Союз хранил молчание. После взрыва за пределы станции ушло огромное облако радиоактивной пыли. За сутки оно прошло над территорией Украины, Белоруссии, Польши и затем рассеялось над северным полушарием. Перед вами провал, образовавшийся между третьим и четвертым энергоблоками. Это северная сторона реактора. Уровень радиации здесь достигает 2000 рентген в час. Пожар и падение обломков разрушили кровлю машинного зала. В момент аварии на крышу третьего энергоблока выброшены высокоактивные фрагменты облученного ядерного топлива и графита. 30 апреля. Уровень радиации на высоте 200 метров – 340 рентген в час. Серьезность произошедшего еще мало кто осознает. Личный состав и техника не приспособлены к работам в условиях таких высоких уровней радиации. Методы дезактивации неадекватны. Крайне трудно избавиться от воды, используемой при мойке зданий и автомашин. Выбросы продолжаются. Радиоактивная пыль мигрирует, загрязняя землю и воздух. Вертолеты пытаются обработать территорию специальными растворами. Делается все возможное для того, чтобы не дать беде распространиться с четвертого на третий энергоблок по общим коммуникациям. Под реактором накопилось значительное количество ядерного топлива в виде застывшей лавы, мелкой пыли и новообразовавшихся веществ. К началу лета 1986 года от летальных доз облучения в миллионы кюри погибло 4 квадратных километра леса вокруг реактора. Для обследования зоны взрыва использовались специальные диагностические буи. 4 августа установлены первые четыре таких устройства с приборами для измерения температуры и радиации. Под разрушенным корпусом реактора сотни шахтеров уже начали строительство туннеля. В это время в Москве проводятся опыты над таблетками ядерного топлива. Было опасение, что из-за выхода из строя системы аварийного охлаждения реактора, разогретое топливо способно проплавить основание реактора. К счастью, новой катастрофы не произошло. По воспоминаниям очевидцев, вдохновляла сама опасность работы. Правительство подогревало энтузиазм с помощью патриотических лозунгов. Было ясно, что оставлять энергоблок в таком состоянии нельзя. Он продолжал разрушаться и был мощным источником радиации. Зону наибольшей опасности окружили охранной дорогой протяженностью в 200 километров. Недалеко от станции были построены три завода по производству бетона. Первый начал работу уже 21 июня. Строительство саркофага началось. Из-за высокой радиации было невозможно полностью удалять обломки строительных конструкций. Для большей части аварийно-восстановительных работ использовалось дистанционное управление техникой. Металлоконструкции монтировались в отдалении, доставлялись к объекту по рельсам и заполнялись бетоном. Вокруг ЧАЭС пришлось удалить 700 тысяч квадратных метров загрязненного грунта. Затем укладывали железобетонные плиты. Северная часть саркофага, каскадная стена. Радиоактивные обломки и загрязненный грунт захоранивали здесь, в основании первого яруса. К концу июля эта часть работ была закончена. В августе соорудили и залили бетоном 12-метровые 2-е и 3-е ярусы. Использовалась специально защищенная техника, так как на территории станции сохранялась тяжелая радиационная обстановка. Бетон подавали по трубопроводам протяженностью иногда в сотни метров. Четвертый и последний ярус был построен 14 сентября. На строительство каскадной стены к этому времени ушло около сотни тысяч кубических метров бетона. Пришло время класть перекрытие. Жертвами катастрофы стали не только люди. Транспортные средства, не подлежащие дезертивации, были выведены на специально созданные кладбища близ Чернобыля. Автобусы и вертолеты, военные и гражданские грузовики, машины скорой помощи и пожарные автомобили. Они и сейчас все еще там. Перекрытие собрано и готово к установке. Его устанавливали двое суток, днем и ночью. Опорами для него стали поврежденные, но сохранившиеся после взрыва, железобетонные вентиляционные шахты. И только после аварии было проведено сейсмологическое исследование района. Выяснилось, что землетрясения здесь могут достигать 7 баллов по шкале Рихтера. Солдаты химических войск провели дезактивацию в машинном зале первого и второго энергоблоков. Несколько месяцев спустя эти реакторы вновь заработают. Стальные трубы длиной 35 метров поднимают на перекрытие. По проекту их 27. 47 тысяч эвакуированных жителей Припяти советские руководители убеждали, что они еще вернутся в свой город. Но к моменту этих съемок иллюзии полностью рассеялись. Припять, как Хиросима и Нагасаки, пополнила список городов, пострадавших от атома. Строительство саркофага, возможно, самого опасного сооружения в мире завершалось. Мы видим свинцово-бетонную кабину, из которой специалисты вели наблюдение за ходом строительства. Вскоре крыши накроют сотни необследованных помещений блока и верхнюю плиту реактора весом почти 3000 тонн, которая приняла вертикальное положение после взрыва. На ней ясно видны диагностические буи. Южная часть кровли готова. Металлические щиты высотой 50 метров закрывают сохранившуюся западную стену. Через 7 месяцев после аварии строительство объекта завершено. Подошли к концу и долгие опасные полеты. Укрытие кажется прочным, но под негерметичной конструкцией находятся тонны ядерного топлива. И саркофаг, подвергаясь действию коррозии, становится все более опасным. Чернобыльская проблема остается нерешенной. Саркофаг, подвергаясь действия. КОНЕЦ КОНЕЦ